Долг, название менялся до сих пор, это тюрьма. Постойно основательно, хорошо и в целом достаточно благоустроенно. Можно сорганизировать, вот построили на веках тюрьмы, но с другой стороны, и простой уровень, что от тюрьмы от суммы не зарекаетесь, и те подданные Российской империи, граждане СССР и Российской Федерации, попавшие в тюрьму, они тоже люди. Причем, кто из них знает, где больше честный день там, то и снаружи останется. Так что, и вот эти простые вещи, кто для нас, людей начала 20 века, были нормой жизни, они все закладывались в бракатный тип Балашов. Кстати, уважаемые коллеги, простите, я начинаю увлекаться деталями, так что оставлю их в покое. Николай Первый спал на престол, причем здесь Балашова просто непонятно, что он хочет, что он разрешил. В общем, его лабинатский округ ликвидировали. Рязань пусть стала быть административным центром региона, раз навсегда. Но Балашов смотрит, да я, в общем-то, выполнял волю императора, и не очень вот хотел, но я же не могу сказать, нет, если Александр Павловича меня попросил. И тем не менее, эксперимент отставлен. Конституционные планы Александра Павловича тоже отложены в архивы для будущих исследователей. Николай Первым медленно, но верно провинция меняется. В эпоху Балашова, затем Уварова, школа в 20-х годах становится настоящей средней учреждения, гимназией. Все современные, которые учились в гимназии до 20-х годов, и после того, что это совсем разные учебные заведения. Дворянская молодежь, читает книги, выступает с докладами, пытается писать стихи. Один из примеров. Райзаня Таисеевна. Но еще один поэт, самый известный Таисеевна, это Полонский. Приезжает Александр Николаевич, будучи носить престолы в 1937 году, и молодой дворянин, волнуюсь, читает ему свое стихотворение. Очень плохого качества. Жуковский дает часы юному поэту. То же самое было в Туле, Тамбове, Пензе. И вот так постепенно эти небольшие количественные изменения придут в качестве. Появится то дворянство, те чиновники, которые будут понимать, а что там хотят реформаторы в зимние дворцы, как писать отчеты, зачем это надо. Не только по тексту, но и для того, чтобы действительно понять, что такое Россия и как ее управление. Вот все вместе взятые были теми рычагами, то не было Александра Первого, не было даже Николая Павловича, у Александра Второго они появились. Но с чем проблема? Бюрократия ведь за бюрократы. Откуда они брались? Что они хотели? И как вообще провинция на них реагировала? Царство скажет, что чем эти губернии, которые рассматривают любопытно. Дело в том, что по количеству потомственных российских дворян, мы называли этот регион, что мы называем первым местом некорусской губернии России. Дело в том, что большая часть российских дворянцев, так понимаем, не были русскими. Это были поляки, побалтийские немцы. А вот если потомственные, родовое русское дворянское, что мы потомки даже не менее пожарских, потомки тех, кто был при Иване Третьем, это Рязанская, Тульская, Тамбовская, Пинская губерния. Даже вплоть до 17 года здесь число потомственных дворян, несенное главной частью наслугния, повышало показатели даже столиц, Москву и Петербург. Что они себе представляли? Они-то чего хотели? Сразу скажу, что импульсы реформаторские вначале до них доходили, как столичные забавы. Ну и, конечно, первый шаг, спасибо, опять же, несчастному Петру Третьему, тоже сделан одним из главных драков российской монархии, но он успел издать манифест о вольности дворянства. Заметьте, вот парадокс. Дворяне пользовались его манифестом, а хвалили Екатерину Второму. Кто подменили, просто это сделал, не стал отменить. И вот появляется поколение дворян, которые, до этого что было, они не служили в столицах, на границах, все куда пошлет их первые и другие императоры, а если были своих поместить, то каким путем? Спрятались за печкой от царской службы. Теперь, с 1762 года, это молодец на законных основаниях. Вот это поколение, ну, из них участвовали в семилетней войне, поэтому для них не гламотно-французская, а простая, основатель немецкой культуры, была более знакома, даже из личного опыта, ну, есть и от улей, тот от болотов. Яркий пример, довольно известного, наиболее песучего, кто, ну, то, что до сих пор многие груши, растущие в тульских и рязанских садах, это плоды и усилия, он был основателем российской помологии. Помология – это разведение груш, так называется, по-моему, у агронов. Это, фактически, было поколение, первое поколение русско-творянства в провинции, вкусившие плоды века просвещения. И, да, можно назвать таким своеобразным русским вариантом вольтерианства, почему Вольтера читали. Кстати, первое собрание в течение Вольтера на русском языке не в Москве, не в Петербурге, а в Тамбовской губернии, одним из таких помещиков. Правда, это вольтерианство в чем скучалось? Они были ироничны по отношению к Европе, России, собственным соседям, что мешало им сечь мужиков. В общем, что такое реформа? Это тогда, когда у нас урожай, если не намного хуже, ну, мы можем только в Германии. Возьмите тоже в обык. Следующий шаг – это рубеж веков. Среди вот этих местных дворян появляются любители новой явлении, моды. Кто здесь покружен в литературе и вообще сознание такой легкой дымкой тайны – это масонство. Не вдавалось в детали, что такое, почему. Ну, для России той эпохи, да, кстати, и для всей Европы что-то такое было. Это была первая форма попытки как-то организовать то, что потом зовут гражданское общество, общественное движение. Какие-то формы уходящаясь за рамки традиционной, военной, придворной жизни. Масонские ложные были в столицах, но на просторах Превокской степи появляются вышли в отставку офицеры, придворные чины, которые постоянно пытаются понять, в чем стоит масонская тайна, к чему идти. И вот появляется, как ни странно, почти забытое, достаточно мощное мистическое течение, попытка понять чувство православного, входя в церковь, в себя, все обряды, Бога или его чуть иначе в отношении, уж простяк мне, литературе, Лев Толстой с его ивановскими исками, своим собственным путем – это не просто личный выбор, не просто идеи. И уже их корни восходят к эпохе прибежа 18-19 века. В соцсетях этих сектантов, их любопытные поиски, где все дичайшие призволы Крапостника сочетался с поразительными примерами, с истремлением помочь простому человеку, например, один из первых русских медиков, профессоров медицинской академии был Дубовицкий, рязанский дворянин, почему он стал медиком? В общем, он не характерен был для дворян той эпохи. Он хотел лечить людей. Его отец, кто бы его получил, вначале провинанский чиновник, крупный казнократ, кто выгнал за службу предпавлю первым, приехал в рязанское имение Стенкино, увлекся мистикой, народным православием, создал секту, тем долго я по Александру Калапировичу разбираюсь, что с ним делать. То ли наказывать в ссылку монастыр, то ли сказать, что ничего плохого не делает. Вот отсюда искание, поиск идеала жизни, когда мистика пыталась быть приложена к российской дистинции, так как она была в русской провинции в ту и в ту. Но по всей важности для развития общественной мысли, последующей России, вот анистицизм не стал главным направлением поиска дворянства провинции. Дело в том, что очень гласно постучала в дверь история 1812 года. Самая короткая за всю историю Российской Берлиной войны, все полугода, учитывая темпы тогдашней жизни, может, поразительно, буквально туда прошли французы, обратно некому было проходить, помню Слава Кутузова, война покачена до полного истребления неприятия. Конечно, подъем патриотизма, причем со всеми ее плюсами и минусами. Начиная с Авус, после взятия Смоленской по всем этим губерниям, мы едем, когда искали шпионов Наполеона, находили во всех, кто хоть чем-то отличался, хотя, насколько можно понять, в своем театре шпионы-то были на самом деле. И для того, чтобы понимали, как 19-го год пробудила русскую провинцию, именно вот эта часть, ведь если посмотреть внимательно на карту, то начиная от Бородинского сражения и вплоть до Березины, фактически, эти губернии были отрезаны от столицы. И все инструкции посылали, запоздало. Но было ехать в Ярославль, Нижний Новгород, объезжать Москву по Поволжским губерниям. И пока дали официальное известие, все менялось. И местным губернатором, снятым через несколько лет, приходилось самим думать, на что нужно делать, а как кормить покодящую армию, как ставить ополчение, а как спорить население, куда деть пленных и где взять те тоже арки, кому платить этим пленным. Был момент, когда в той же Рязани, это было ноябрь, начале декабря 2012 года, наполеонские плены составляли где-то около 20% населения Губернского года. Представляете, какая-то проблема для Рязани той эпохи со всеми текающими плюсами, минусами и жалко, и что с ними делать, плюс еще и вольный-невольный контакт. Когда Европа прибыла в Губернский город, вот во всей своей красе, видели генералов, офицеров и солдат, зашивленных, голодных, но у них тогда были полны амбития, считая, что они несут факел посвящения глубины дикой России. И вот после этого начинается тот подъем, причем, к слову, подъем можно и патриотическое, все можно. Дело в том, что задумано такое же качественное большое дворя, но это, повторяю, было новое качественное явление, когда некоторые из них стали задуматься, собственно, а что же делать дальше в России, где ее идеалы. Суновая была радикально форма, это что дала? Декабризм. И обычно, что-то московский, петербургский, в полках южной армии декабристов Сибири, в ссылке на Кавказе, но они были и в российской провинции. В этих губерниях, если взять из тех вот шести сотен нанесенных в алфавит декабристов, где-то процентов 15-20 связаны вот с этим регионом России, с тем пяти губернен, о которых мы и говорим. Вообще, они просто связаны, они сформировались. Кстати, по всем данным, явно был у нас Тула, Рязани, полегающая губерния, была управа Суза-благоденств, под они очень мало знаем, в чем помогло люди наказать. И возму один из участников, основатель, в общем-то, можно сказать, один из подтечи музея Куликовской битвы. Речь идет о ничьяхе. Естественно, просто. Его имение было вплотную к полю Куликовской битвы, и он первый пытался как-то мазифицировать. Но, надаваясь в это интереснее, что скажу, что вот этот пенсиональный декабризм, в чем, пытаясь в кавычках, там все было сложнее, была попытка как-то создать политическую жизнь. Как они видели в Европе, как они пытались сделать, оно как два ответвления. Первое – это, условно говоря, будущее и подтечи империализма Северных Натальевых. Когда радикальный декабрист, там, в столицах, в Казанске, в полках, там, под шампанское были готовы убивать царя, вводить конститут, вводить военное восстание, поживая в родное поместье, у него были друзья, кто были готовы выслушать, но постепенно возвращался к истокам, к идеям своего спасения, своего богатинства. Это первый вариант. И второе – это второй вариант. Довольно радикальный. Вот тот, кто проделал 14 декабря через его останчивость полка, это молодые офицеры, или недавно были со службы, люди, условно говоря, крикотурный образ этого типажа – это мертвые души на здоровье. Который, в общем-то, кстати, второй вариант более благороженный, Ушкин, Дубровский, который в силу и темперамента, и характера, он книги читал, Шиллер, кто были готовы, неожиданно подраться с полицейским чином, оскорбить чиновника, сказать, что он думает о губернаторе, и даже достать кинжал, сказать, да я вообще убью его, тирана, деспота. Потом кинжал положить на место. Это были не убийцы, были нормальные люди. И чтобы подстали, что это действительно реальное явление, не просто образ, придумал Пушкин, Гоголем, истолковым двумя. Восстание чиновника полка – это юг, совменно Украина. Но, самое тесное, что этот полк до 22-го года стоял под Рейсанем. И в Рейсанском феврисах есть дела, описывающие, когда молодые юные офицеры дерутся с местными чиновниками гражданскими, и пять местных дворян радостно записываются в этот полк. Приятно слушать такие вещи. Молодые ребята, кто ничего не боятся, и если посмотреть часть чиновника восстания, чиновника полка я имею в виду, то пятая часть их – это дворяне Тульска, Рейсанск, Тамбовская губерния, вступившие в этот полк именно в 20-й год, но он встал в этих местах. Красиво, это интересно. Ну, та же логика, кто придет, например, владел Строганова в свое время к участию в клубе якобинцев и контррусских эмигрантов в 1687 году по рикадам в Париже. Ну что-то, нельзя же жить, как остальные живут. Вот это люди, и мы готовы. Если взять составляющую, общественность, то что получается? Ведь именно в потенциальной глуши этих губерний появляется как минимум три документа, «Кто определяет лицо декабризного в глазах людей других поколений». Ну вот, во-первых, Никит Моральев арестован в Орловской губернии своим текстом Конституции. Один из первых проектов был написан Новиковым, это племянник, известный посвятитель, он собой пензельский дворин, участник ополчения. Его текст Конституции, написанный в богоденстве, он не сохранился, реально существовал, был первый проект Конституции декабристов. Ну и третий момент, вот, наверное, вы его вспоминали, ведь горе от ума, где четко ясно все идеи были изложены, в итоге появилось-то, в общем-то, на Тульской земле, точнее, на Тульской губе. Затем вот этот радикальный вид, дворянское стремление к политической активности нашло выражение не очень многочисленных, но в попытках первых, выпускного первого, политической миграции. Лунин вернулся, фактически, из-за миграции, а дальше, причесть еще с десяток фамилий, кто последнюю завершает Огарев уже в 50-х годах, правда, в начале миграция была своеобразная. Некоторые из них выбирали католицизм, как форму эскальпизма, бегства. От России этого проекта не нравится, в поисках лучший идеал, было то, что у идеала «Судьба отвлечения» он показывает, кстати, тоже, потом у кризанских дворян, что идеал-то казался не таким, но казался где-то потенциально русской лучшей, тоже будущему московскому профессору. И вот постепенно от этих уцелевших осколков, вот этого подъема активности дворянских 20-х годов, появятся корни русского либерализма с Единым 19-го века. Когда речь идет о русских либералах, Кавелин, Чечерин, Санофилах, их по-разному наценку, но, может, это явно либерал, вот в своей соврат такой закваске, то их биография, у Кавельчина вплотную, у Кошева, Хомякова, связана вот с этими губерниями. И московские гостиные, их споры, продолжались в русской провинции. То есть, после хранения остатки дома в Песочине, это Рязанская область, там, где Кошевец, и Бузя Санофилов написал проект «Отменка постного права накануне начала работы адекционных комиссий». Вот так постепенно, как в стремлении к переменам, ввиду того, что время-то нас поджимает, потом не говорить о проблеме планов крестьянской реформы. Одна из самых забытых историй, хотя, кстати, очень интересно, появление такого проекта в сороковые годы тульскими дворянами. Но что здесь важно? А важно то, что вот все эти стремления российского процесса дворянства, где реально, они были слишком слабыми, чтобы изменить Россию. И для этого, чтобы эти импульсы дополнили, импульсы Зимнего дворца, чтобы повлиять, что у них не было. Для этого им была нужна поддержка бюрократии. Дело в том, что поддержкой столиц, если губернаторов эпохи Великой Реформ позволили местному дворянству в крестьянских комитетах местных сказать свое слово, и хотя бы отдали консервативные проекты, либеральная тенденция стала проявляться. И, собственно, это во многом определил судьбу дальнейшего российского либерализма уже в начале XX века. Довая должность и честности, и знаниям этих людей, поддачных в партии кадетов, октябристов, депутатов и СССР, они могли быть либералами, думать о будущем Василии в исправном условии. Пока в Петербурге будут монархии, пока бюрократическая правда будет действовать, и когда в попытке реформ, потому что народ будет просыпаться и пытаться думать, как он может, условно в силе Пугачевщины 1905 года и потом в 17 годах, русские либералы без помощи монархии ничего объяснить не могли. И было слишком мало, и они были слишком слабы. А вот это, к счастью, отдельный вопрос. У нас очень хорошо говорит судьба всех детей русских дум после 1817 года. Ни один из них здесь не прошел в учебное собрание. У нас сейчас огромное море эссеров, стал демократов большевиков, которыми собой делили власть. Эти, уцелевшие в киносветскую службу, были выезжать на юг, потом в эмиграцию. Это звучит печально. Специалисты по русскому либерализму обычно здесь говорят, что вы как недооцените его, но это правда жизнь. Так было в российской провинции. Пока даже Николай II при всех недостатках прочно сидел, могло заниматься либеральными проектами. Один на один с крестьянской массой расстрация была очень сложной. Российское дворянство не было готово. Но это потом, если я забежал вперед, важно другому. Судьба вот этих и бюрократов, и вот этих дворян русской провинции. Мы упомяем «Голит ума», ведь вы знаете, это не просто сюжет, придуманный Грибоедовым, это суровая реальность. Я думаю, вот Евгений Ильич подтвердит минимальный анализ деятельств губернаторов эпохи Александра и Балашова. Знаете, о чем будет? Два губернатора, традиционно рьяно пытались, один из них сам молодой, Кривцов, это в Варварской губернии, был 29 лет, 27 росла губернатором, сам молодой эпохи Александра I. Рьяно пытались менять Россию в дух Александра I. Их объявили сумасшедшими. Причем объявили не власти, как потом человек дала, а это сделано местное дворянское общество, местное чиновничество. Один из них, Кривцов, его очень, иначе из чего, он так достал самостоятельно вести порядок, что на одной из станций почтовых, и вот ему не давали лошадей, он стал, хотя сейчас посвященный, благородный, избивать соносмотрителя, тот стал писать бумаги, дописал до столицы. Причем комиссия, ну действительно молодой губернатор разъярился, едва ли он в своем уме находился, как если не губернатор сказал, убить мелкого чиновника, так же. Ну а второй, это племянник министра финансов Васильева, тульский губернатор. Конечно, сами понимаете, блин, то ли он точно сошел с ума, то ли его кривитали, но в итоге он был свидетелем, признан сумасшедшим и покинул Ту. Потому что в данном случае Чацкий не только про область декабристов, это судьба посвященного бюрократа в российской провинции в Туе. Но они были первыми, поэтому не слипатели, их считали действительно сумасшедшими, хотя потом Кривцов жил в Тамбовской губернии, в соседнем село, там, где формировался Чечен, кто общался с Кривцовым. Вот так от бюрократа в лицарской эпохе тянется небольшая, но прочная нить к либерализму с едины в Туе. В итоге их деятельности российская провинция менялась. Причем, самое тесное, что после уважения к городам, этих губерний, все-таки центр вот этих новых тенденций был не губернский центр, не уездные города, были дворянские усарины. Те культурные гнезда, которые находились по территории. Вся судьба была очень печальная, чуть-чуть от 1905, тем более 1917 года. Они возникали, и пока было уже первое, второе поколение, они давали свои плоды, плоды по священникам, смыслу, без всякой иронии. А затем они очень быстро исчезали, еще и даже до отминка поставил права. Маленький пример. Дядя, будущая профессор католика Печерина, а тогда он был уездный земленер в Лизанской губернии, это еще до 19-го года. А человек был интересующийся культурой. Он едет в шатский уезд, из Тамбовского губернии, соседний. Он знает, что один из Разумовских, получив от Елизаветы поместье в шатском уезде, построил там роскошный дворец. Вот молодой земленер у нас стал. Господин, ну, хочется посмотреть. Говорит, чудесно. Почти как под Петербургом, как Москвой. Он приезжает, удивляется, что смотрит. И все, что устроил этот Разумовский, остался только винокольный завод, взятый в аренду у его наследников каким-то купцом. Сарай, котлы, в общем, вино курят, хлебное вино привезутся. А само поместье нет, только остатки французского парка. За два десяти лет, кто прошло, не бунтующий крестьян, наследники продали, все разогнано на кирпичи. Это как же, вот этот шатский Версаль, куда же он исчез. Кстати, вспомните тулики судьбу Богородицкого, дворца Бомбанских, кто возник как роскошный цветок в восемнадцатом веке и еще до отменки постного права, в общем-то, пришедший фактически запустение. Хотя до сих пор это мощное явление культуры. Вот так это происходило лишь потом, после отменки постного права. Возникли учебные заведения, железные дороги и городские разночинцы все почувствуют наследниками владительного Дома России, относясь с легким уважением, еще с большей иронией к дворянству, еще с большей иронией и давниться к бюрократии. Так часто бывает, кстати, слова Пушкина, что нам иногда кусаем грудь своей кормилицы. А почему, господа? Потому что зубки прорезались. Вот на этом, поскольку я уже час, ну, я изложил в своем представлении людей проблем о том, как нелюбимая уже в девятнадцатом веке бюрократия, да и дворянство, по мере силам, вот не думая о последствиях, порождало новую Россию. Россию реформенную, а затем Россию начало двадцатого века, да и, в общем-то, Советскую Россию. То есть, как все это воскрести, несет много с того, чем Россия, ушедшая до 1861 года. Друзья мои, пожалуйста, вопросы, Петр Владимирович. Кстати, охотно верно, что некоторые теории смогут быть спорными, но, знаете, в каких случаях сейчас говорят, я так вижу. Петр Владимирович, у меня вопрос вот такой. Скажем говоря, больше о второй половине девятнадцатого века, тогда появляем.